Всем привет! Это MLB от Первая Лига и это стадион Нефтяник. Этот видавший виды газон знает, что такое Премьер Лига, он знает, что такое Кубок России, но, конечно, он знает, что такое Еврокубки. Когда-то Уфа здесь пробивалась в свой первый Еврокубковой сезон. К сожалению, споткнулась в последнем раунде квалификация. Два до этого были пройдены. О команду Glasgow Rangers. Ну и это были совсем другие реалии. Это была другая вселенная. Сейчас другая реальность для футбольного клуба Уфа. И эта реальность называется MLB Первая Лига. Ну, также отмечаем это радостное событие. И вот оно, начало матча. Кирилл Силантиев дает стартовый свисток. Давайте составы еще раз освежим голосом. Али Баклов в воротах Уфы. Под первым номером Баклов будет действовать. В принципе, если мы говорим про оборону Уфы, там есть проблемы. И вот сейчас посмотрите, дают пробить торпедовцам первый по-настоящему опасный момент в этом матче. 17 августа команда отпраздновала столетие. Подача. И вот момент. И вот момент. Если мы говорим про моменты, возникают они, обратите внимание, после стандартов. Комара, ему нужно себя проявлять. Финтами раскидал соперников. Ну, это интересно. Браво. Браво Мамаду Комара. И вот здесь едва ошибка не случилась. Ну, ошибка-то произошла. Да, неточная передача за пределы поля. И хороший перехват на чужой половине. Это Перчинок. Пас в штрафную. И прострел туда, в сторону ближней штанги. Никого из игроков Уфы там не оказалось. И можно продолжить. Там слева есть подключение Рогановича. Это может быть хорошая атака. Она доходит до штрафной. Отбивает мяч в сторону Баклов. Еще серия рикошетов. И вынос от футболистов Уфы. Будет еще одна волна атаки. Удар. Беш попадает в штангу. И на этом еще не все. Перчинок. Подача. А дальше уже удар не получается. Ну что ж. Это было опасно. И может быть опаснее атаки пока в этом матче и не было. Еще можно зацепиться за мяч и за атаку футболистам Торпедо. И дальний удар. Дальний, неточный, неудачный удар от Марио Чурича. Удается его перевести к штрафной. И вот это уже может быть опасно. Ирак Лимонелла. Самый острый футболист на поле во втором тайме. И он создает еще один момент у ворот Олега Баклова. И вот еще одна атака Торпедо. Мяч штрафной. Удар по воротам. Чупаев. Добивание. Гол. Нет. Нет. Он не попал. Мяч попадает в сетку. Но с внешней стороны Аршак Корян не попадает с нескольких метров ворота. Отскок после удара Чупаева. Добивание. И вот это, наверное, теперь главный момент матча. Ну, наряду с попаданием в штангу. Здорово. Адаев. Ну, хоть что-то. Удар в створ. И уже за это можно поаплодировать. Еще один воспитанник Динамо, который с этого лета выступает за Торпедо. И вот момент. И вот момент. И снова не попадают. И снова не попадает створ. На этот раз Чупаев. Опять открытый угол для футболистов Торпедо. Соколов оказался на газоне. Воспитанник Чертанова. Но будет момент для удара. И вот момент опаснейший. Удар заблокирован. Удар в упор. И если бы не это спасение, по-моему, от Дениса Кутина. И вот потеря. Это может быть интересно. Галкин. Передача направо. Удар поворотом. Гол. И все-таки гол. И все-таки мы увидели в этом матче забитый мяч. Артем Соколов принимает поздравления. Футболист, принадлежащий Торпедо. Футболист, который воспитывался в Чертаново. Футболист, который представляет славный город Якутск. Едва не ошибся. И сейчас Егор Бабурин вот в этой передаче, тем не менее, мяч доходит до футболистов Торпедо. И вот на этом все. 1-0. Торпедо побеждает в этом не самом содержательном матче. Уфа в шаге от того, чтобы опуститься в зону вылета. А Торпедо впервые в истории, обыграв Уфу, выходит на первое место в Мелбет первой лиге.